Тебе нужно сюда встать, чтобы у меня здесь был фон. Вот так вот там. Всем привет! Меня зовут мистер Ченнинг и у меня есть мотоцикл Мечта. Харли Дэвидсон Роткинг Классик 97-го года. Чего-то не хватает, да? Смотрите, на мне. Вот неделю назад у нас было мероприятие на День города, а вот спустя неделю я уже в свитере, уже в подштанниках и в чапсах. Как бы чапсы, да, косуха, все как это. Но, смотрите, у меня есть две вещи, которые народ прям регулярно спрашивает. Почему, почему их нет? Кепочка. Кепочка, ваша любимая кепочка. Оп. И пакет. Мой друг пакет. Кепка нормально сидит? Да. Отлично. Вот, мой друг пакет, но это немножко другое, это красный пакет. Вот. Но вернемся к тому, про что я сегодня хочу вам рассказать. Из-за дня, из года в год, в принципе, ничего не меняется. В сентябре мы, байкеры Кировско-Апатитского района, закрываем мотосезон. В этом году закрытие мотосезона как никогда рано. Мне кажется, в прошлом году где-то было в 20-х числах. Надо хоть как-то было посмотреть, освежиться в этом плане. А в этом году, вот, представляете, 16 сентября у нас уже закрытие сезона. На улице листва еще не опало, так, такая вот приятная погода, но прохладно. Вчера вообще было дубак. Обещают небольшой дождичек. Как всегда, собираемся у кафе Заполярье. Вот у нас идет друг Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Латентный Харли. Вот, он мечтает о мотоцикле, мечта. Привет, привет. Вот, и программа. Программа мероприятий будет простая, потому что, как всегда, мы собираемся у кафе Заполярье. После кафе Заполярье мы проедемся колонной по городу. После этого мы поедем на старый аэродром. У нас есть заброшенная полоса, с которой, ну, я уже делал несколько раз видео, да. Там будут конкурсы, там будет чай, там будут еще разные всякие вещи. В общем, будем развлекаться, скажем так. Вот, и после этого все разъедутся, и, может быть, где-то будут местечковые мероприятия, то там, то там. Так что программа такая простая. Колонну я сегодня снимать не буду, потому что, ну, уже несколько раз снимали. В принципе, все одно и то же. Ничего не меняется, как бы не будем удлинять видео. Оно и так будет длинное, блин, занудное, потому что мы вот сейчас вот здесь вот чуть-чуть пройдемся, снимем. И после этого будет видео только с аэродрома. Погнали! Сильно, хватит, держать его. Все нормально, меня хорошо видно. Заметь, заметь, никто сейчас не говорит Харлей говно. Вот ту легендарную фразу. Все уже боятся, потому что у той фразы появилось столько просмотров, уже просто народ стесняется. Тут у нас, как всегда, голдвинги, спортбайки, кастомы, спортбайкеры. И есть Харлей. Вот прекрасный есть Харлей, Херетейдж. Если не ошибаюсь, 93-го года. Прекрасный, прекрасный Херетейдж. Это с города Ленигорск товарищ немец на нем ездит. Ездит на нем, кстати, тоже давно уже достаточно. И как бы без проблем. Мотоцикл грязненький чуть-чуть. Но это нормально, потому что эксплуатация, скажем так, каждодневная. И у него есть вот такие вот кожаные чапсы кожаные. Надо у него спросить, где он такие штуки заказывал. Вот, потому что на самом деле это прям... Они выглядят лучше, чем мои с Алиэкспресса. И они выполнены покачественнее. Вот, идем, идем дальше. Идем дальше. Здесь у нас Street Fighter. Здесь у нас есть Triumph Rocket 3. Здесь у нас... Honda VTX. Я уже запутался. И это Honda VTX 1800. Мы же помним с вами, как отличать 1800-ю Хонду от 1300. Потому что у 1800-й вилка перевернутая. У 1300 вилка обычная. Вот там вот стоит у нас Ducati. Тут у нас стоит Drost. Я, по-моему, про него как раз-таки неделю назад рассказывал, что он такой популярный, популярный в свое время мотоцикл. Оп, микрофончик у меня тут что-то даже съехал чуть-чуть. Вот так. Вот так мы сделаем. Вот. Популярный мотоцикл. Здесь у нас есть КТМ. Здесь у нас есть Kawasaki конкурс. Мотоцикл, вроде как, у которого целых 200 лошадиных сил. Вот, вот его, вот, вот этот вот мотоцикл самая. Вот, вот. Дальше. Здесь у нас есть Хонда. Хонда Pan European. Красный, красный Витин мотоцикл. Это мотоцикл Витька. Того самого Витька у нас есть тот самый Игорек. А это тот самый Витек, который является, скажем так, один из самых таких активных участников мото-движения Кировско-Апатитского района. За что ему спасибо, потому что он участвует в организации многих наших вот этих вот мероприятий. А еще мы с ним в баню ходим иногда. Здесь у нас есть Wildstar. Здесь у нас есть Fireblade. Но, кстати, Fireblade, мне кажется, уже тоже потихонечку... Добрый день! Fireblade, мне кажется, тоже потихонечку отмирают, умирают, потому что, ну, их осталось не так уж много. А вот у нас Хонда VTX1300. Помимо того, что здесь написано у нас 1300, мы видим, что здесь уже обычная вилка. Вот, собственно, я вам буквально 2 минуты назад говорил о том, что как их различать. Но это мне подсказали. Тут же у нас стоит VTX1800. Тут стоит достаточно редкий на сегодняшний день аппарат. Это Suzuki, Suzuki VX. Вот, вот, Витяка. Витяка можешь снять. Вот, Витяк, 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 довольный. А что ты там кушал? Кушал, ой, хорошо. Все, голодненький. Вот. А это Suzuki VX. Раньше их было много, но сейчас их становится все меньше и меньше. Идем. Идем, идем. Еще, еще у нас VTX. Урал. Урал. Всего 2 Урала или нет, 3. 3 Урала я сегодня здесь видел. Хороший. Хороший. Вот, вот, кстати, руль, руль, руль нестандартный. Ну, пробег 1735 километров. Если это действительно его пробег, то, ну, блин, это здорово. Хонда, Хонда что-то там, стритфайтер, стритфайтер. Здесь у нас есть гусь, здесь здравствуйте, здравствуйте, кого не видел. Здесь у нас есть Вирага. Тоже, кстати, старый мотоцикл, старый в плане, они морально уже тоже устарели и постепенно они исчезают. Но, самое интересное, что особых нареканий по ним нет. Вы посмотрите, я не знаю, тут, наверное, у него уже столько переделок и, наверное, ни один владелец, и он по-прежнему ездит, он по-прежнему строит. Кстати, пульты, пульты стоят от Харлея. Иди сюда. Иди сюда. Сюда, иди. Хом Цумер. Вот, пульты с ними. Вот, 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 смотри. Вот, видите, Харлевские пульты. Харлевские пульты стоят на Ямахе. Но от этого, к сожалению, Харлеем она не станет. Вот, ну, мы помним такую же историю. Паша Кот на своем VTX пытался делать что-то, что-то похожее. Здесь у нас стоит еще один BNV, как-то еще 300. Кстати, BMW 100, я уже говорил, что они как-то, как-то они кучкуются. Здесь у нас Валера. Это Лада. Нет, Лада. Валера и Лада, да. G. Гусь. Хотел сказать. Это вот мотоцикл Паши, который подходил буквально недавно, здоровался со мной, с Анной Сергеевной, который мечтает о Road King'е Паше. Покупай Road King, хватит баловаться, короче, всякими Хондами. Вот, покупай нормальный аппарат. Что у нас тут дальше? Еще один, еще один Fireblade. Я вот, кстати, сказал, что Fireblade исчезает, а вот тут уже второй. Может быть, на самом деле их здесь больше. Здесь у нас еще один VTX 1300. Это Боливард. Короче, ничего не меняется. А вот это вот, кстати, интересный мотоцикл. Что это? Что это такое? Что это за мотоцикл? Ну, раньше я его не видел. На мотоцикле, на баке написано GS500. Если это GS500, я смею предположить, что это, наверное, Suzuki. А мы сейчас посчитаем. Да, Suzuki. Suzuki Motor Ispania. Suzuki Ripsol. Ну, это марка масла. Ну, короче, редкий мотоцикл, на самом деле. Редкий и такой необычный. Ну, я предполагаю, что он достаточно старый, но он в таком неплохом состоянии. Видите, я каждый раз говорю о том, что мотоциклов и мотоциклистов становится чуть-чуть больше с каждым разом. Ну, и это здорово. И здесь у нас стоит Suzuki VL 1500, он же Боливард C90. И Honda Transalp. И Kawasaki VN900. И, собственно, все. Ну, кстати, народа. Народу не так уж много. Если мы помним на открытии, мы аж прям вот туда заходили. Но в этом году, видите, может быть, из-за погоды. Здравствуйте. Привет. Может быть, из-за погоды народу не так уж и много. Вот, собственно, мы традиционно с вами прошлись по всем, скажем так, мотоциклам. Краткий такой дилетантский обзор от мистера Ченнинга. Я думаю, что дальше мы увидимся с вами в аэропорту. И там будут всяческие конкурсы. Не знаю, буду ли я в них участвовать. Но в любом случае мы оттуда продолжим наше замечательное видео. Итак, мы доехали до аэродрома. Все замечательно, все прекрасно. Ехали целый час. Колонна была супердлинная. Вот там вот у нас находятся Апатиты, там у нас находится Кировск. Прокатили сначала круг по Апатитам, потом доехали до Кировска. Потом сделали круг по Кировску. И, наконец-то, мы приехали на тот самый аэродром, на котором мы в конце каждого, в принципе, сезона собираемся. Погода пока нормально. Что-то капает, но не сильно. И приехали сейчас. Здесь будут конкурсы. Мы попили уже горячего чайка с печенюшками. Конкурсы, наверное, будут какие-то традиционные. Возможно, часть этих конкурсов мы что-то заснимем. Мы что-то про это расскажем. Анна Сергеевна замерзла. Вот там вот уже люди тренируются, что-то катаются. Да, вот. Но Анна Сергеевна, как оператора, она снимает меня. Она не будет снимать никого другого. Насчитали порядка 80 мотоциклов. И приехал даже Михаил на Роадглайде. Он может поснимать. Вот, смотри. Вот, видите? Это вам не Харлей. Это на самом деле КТМ. И Сергей давно очень занимается уже этим. Вот. Мотоцикл чисто для стандрайдинга. На все деньги. На все деньги жарит. Сергей. Пойдем. Пойдем. Преследуй меня. Преследуй меня. Мотоциклы расположились. Всяко-разно. Вот оттуда и вот дотуда. Но, в принципе, каждый раз, каждый год одно и то же. Ну, я имею в виду располагаете. Почему с этой стороны? Не с той. Вот с этой стороны мы всегда почему-то ставим мотоциклы. Не знаю, с чем это связано. Вот там у нас чаек. Идем. Шевели там давай копытами. Можно и с ногами, и без. Ну, чтобы в торс хотя бы попадал. Вот там у нас чаек, музыка. Там наливают чай. Печеньки там есть. В общем, закрытие в этом году. Я уже говорил о том, что закрытие в этом году, оно рано. Почему? С чем это связано? Непонятно. Но, в принципе, в принципе, вот по поводу погоды, до конца, до конца было непонятно, какая же сегодня будет погода. Вот там тоже ложь поснимать. Ого. Триумф Рокет-3 жарит автомобильную резину. Ну, на Рокет-3 это недорого делать. Все. Бобик сдох. Сейчас будем толкать. Фу. Все. А с толкача, наверное, на Рокет-3 не завести. Вот и все. Кого это аккумулятор запасло? Да у меня есть. Это от резины, да, полоса. Пойдем в ту сторону сходим теперь. Пойдем, пойдем. Везде сходим. Ты хочешь попробовать? Отлично. Обязательно потом расскажешь. Я же давно смотрю на Харлея. Надо не смотреть, надо брать. Не знаю, что, Ротглайд или Электроглайд. Чего, блин, как железная? Вот, Алексей, Алексей сейчас. Это, это первая твоя поездка вообще на Харлее. О, отлично. Алексей сейчас поедет. Первый раз в жизни на Ротглайде. Анечка, снимай, снимай, все хорошо. Сразу скажу, что он не едет, он не тормозит. Короче, Харлей, да. У человека, у Алексея, VTX 1800. До этого он ездил на FJR 1300, да. Все. Ну, сейчас поснимаем, он приедет, и мы возьмем у него впечатление о том, как же, как же Алексей прокатился на Ротглайде. Ну, Ротглайд, вы все знаете, кто меня давно смотрит, знают, что Ротглайд, ну, как бы мне симпатичен, да. И, возможно, я хотел бы себе Ротглайд, но не вместо Роткинга, а вторым мотоциклом. Ну, не знаю, есть ли смысл во втором мотоцикле, потому что мне даже на Роткинге не всегда есть время покататься. Короче, ждем Алексея. У тебя есть... Ну, Алексей, давай, первое впечатление, в трех словах. Да, прикольная штука, надо куда-нибудь далеко попробовать. Да, ну, как тебе после VTX 1800? Слушай... Едет? Едет, да, но VTX скручивали. Ну, это, это безусловно. Не, ну, ты сравнил. И вот они многенькие, маленькие, что-то, мне кажется, что... А теперь, а теперь Дима китаец попробует промчать на Ротглайде. Конечно, отойди, не видно. Все, Дима поехал, Дима тоже нам расскажет. Они обычно и с лицом тоже поедут. Прокажи! А этот после трех, после четырех начинает прям раскрутиться. Прокатись! Прокатись. Кстати, интересное предложение, да. Можно будет прокатиться, попробовать, рассказать впечатление. У меня даже все, по-моему, до съемки есть с собой на ходу. Да, ну, попробуем прокатиться на Ротглайде. А ты снимешь, как я буду отъезжать. Хорошо? Так, прикольно. Привык, вот это виляние, жопа почему-то такое. А это нормально, потому что у тебя маятник крепится к коробке. А коробка крепится к мотору. А мотор с коробкой висят на резинках, блядь. То есть... Висять, охрененно. Это узкая рама. Если он висит на резинках, почему у него по всему мотоциковой вибрации идет такая? Что он наш припустит? Харлей девицы. Плохие резинки. Пойдем, я достану шлем, достану камеру. И попробую потом промчать на Ротглайде Михаила. Ротглайде вы далеко, но больше здесь самое. Ну, пойдем. Как все, он езжет так. Не дайте, мальчишки, ближе. Ну, Димон, твои впечатления? Отлично. Лучше Урала? Конечно. Странно. Как это, Урал? Моя мечта лучше. А? Моя мечта лучше. Какая у тебя мечта? Вон, красный. Это жаркий парень такой. Ну, прет он хорошо. Ну, это 95-й мотор, Screaming Eagle. Я все выжил. Сколько, сколько? Там стрелка 110. 110 миль? Ну, блядь, примерно так. Ну, там страшно. Страшно? Ну, ну, блядь. Ну, он не для таких скоростей, конечно. Колян сейчас поедет. Все. Алексей, возможно, заразится харлееводством. И это здорово. Вот там проводятся у нас конкурсы традиционно. Но, в принципе, пока я ничего нового не увидел. Кидают покрышку вдаль. Кто дальше? Вот. Ну, пока, пока вот так. Людей, кстати, вот мотоциклов, на самом деле, достаточно большое количество. Я говорю, но опять же, повезло с погодой. Потому что погода более-менее, и народ подтянулся. И с области это... Вот. Сейчас там приедет роадглайд, и мы помчим на роадглайде. Вот, Алексей все. Алексей все, зазаразился? Пока в раздумье. Какие раздумья? Ремонт квартиры. А там еще потом купишь харлей, ремонт харлея добавится. Это вечная история. Да, да. Поэтому пока в раздумье. Это верное решение. Ты вот сейчас прокатись, скажи, твой едет после этого натоцикла? Не, мой не едет, я же всегда говорю. Он, да, он такой. Сидишь, блядь. Вот неудобно, то сну, на привычном. Ну, привет роадглайд. А где, а где лапка вторая? Ей, тут такая только. Ох, я не знаю, смогу ли я. Ладно. Коробка, кстати, прям хорошо очень работает. А знаете, как страшно? Вот ты едешь такой, да? Руль поворачиваешь, а у тебя... А у тебя морда стоит на месте. И очень необычное ощущение. Ах, мне не переключиться. Ладно. Мы прокатимся хотя бы на первой передаче, но... Я вам не смогу прям рассказать про свои ощущения, да? Ну, я вам скажу так. Необычно. Необычно, потому что у тебя Бэтвинг стоит на месте. Бэтвинг стоит на месте, и ты такой... Руль поворачиваешь, а поворачивает мотоцикл вместе с Бэтвингом. Знаете, ощущение, как на машине с капотом. Вот наш аэродром. Ну, я скажу так, что он пободрее. Мы сейчас попробуем включить его вторую передачу. Сейчас я остановлюсь. Включу вторую. Оп. И мы попробуем со второй передачи поехать, чтобы хоть как-то ощутить. Кстати, разница с первой незаметна. Ну, прикольно, прикольно. По ветрозащите тоже, опять же, не могу сказать, что, как ветрозащита. Потому что скорость наша небольшая. Эх, вот жалко, что у Миши нету педальки задней. Я бы сейчас промчал бы на все деньги. А так, вот, на второй передаче, вот такие вот ощущения. Ну, можно попробовать выше переключиться. Но, кстати, коробка очень мягко работает. Вы представляете, я трогаюсь на третьей передаче, и он... И он прям прет. А самое прикольное, то, что он тормозит. Ты нажимаешь на тормоз, и он тормозит. В отличие от старых Evolution, да, от мотоцикла Мизантропа, у этого мотоцикла есть тормоза. Ну, Твинкам, да, вот чувствуется, что он более современный. Недостатка в тяге. Ну, с таким мотором, напомню, что здесь 95-й мотор, в исполнении Сокремен Игл. Но это Магдати Морони, который у меня, вот такой, мягенький, а здесь он прям... Очень, очень, блин, ну, прикольное ощущение, прикольное ощущение, мне нравится, ну, открывает. Конечно, конечно, этот мотоцикл такой гораздо, 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 бодрее. Вот, хоть это и ранний Тинкам, да, ранний, но это 95-й Тинкам. Такой раз. Прямо, ну, необычное, необычное впечатление, потому что это новый для меня мотоцикл. У меня в этом году прям какие-то, какие-то новые ощущения в плане того, что новый, но два Харлея новых попробовал. Вот, вот на третьей передаче разворачиваюсь, представляете? И тяги, вот тяга, хоть Миша и говорит, что тяги нет, тяга есть. И вот такой, блин. Нормально, мне нравится, мне нравится Родглайд, в принципе, ожидаемо, ожидаемо, что он динамичнее моего мотоцикла, ожидаемо, что он по управляемей, по собранней, он такой, более собранный. Вот чувствуется, что он такой, но при этом он не жесткий, при этом он не жесткий, то есть он комфортный. Нормальная такая история, прикольно. Я думаю, что когда-нибудь, может быть, Родглайд, Родглайд займет почетное место в моем гараже. Ах, ах, хороший аппарат. Найдем ли нейтралку? Настолько, если у тебя нога неудобно, гнуши просто его, да и все. Нейтралка. Хороший. Я переключиться не смог, но я знаешь, что сделал? Я там остановился, тронулся со второй. Нормально. Потом думаю, а что я не понимаю, с третий? Нормально. Короче, ну, отличный, отличный мотик. И ты, кстати, вот говоришь, что он с этот, с низов не этот, нет, нормально, нормально. У него есть тяга, ему хватает, он прям такой по собранней мотоцикл. И чувствуется, что он, значит, более современный и более мощный. Такой прям. Нормально, ну, я там тысячу, наверное, до трех оборотов давал, я не этот, не гонщик. А я этот, скажи мне, я купил у вас такой лапкой, то есть заднего и не было. Так надо, вон, видишь, у тебя же есть этот, тебе надо лапку. А я это, скажи, меня не напрягает, я же не знал, видишь, что это. Ну, коробка прям хорошо работает. Коробка прям четенькая такая. Сцепление, тормоза лучше, тормоза лучше. И очень непривычно ты руль поворачиваешь, а вот эта штука, она стоит на месте, этот, бэтвинг такой, а-а-а. Ну, а так по управляемости, ну, туринг, что, нормальная тема. Но он, он собранный, но он не жесткий. Он не жесткий, это. Не жесткий? Не жесткий, он нормальный, нормальный мотоцикл. Поэтому. Я на него абортики поставил от, скажи мне, от 18-го года. У меня стоят с крутилкой, с этой, понял? А, то есть они без подкачки уже. Без подкачки, да, да, да. У меня с подкачкой они начали спускать, и я решил заказать, и заказал, ну, это, скажем, я, уже от, ну, 18-го года. И, кстати, вот вообще мне понравилось. До этого у меня те, ну, видишь, они уже плохие были, они пробивали, короче, вот. А этой крутилкой, скажи мне, я их настроил идеально, и вообще все у меня. Мне очень понравилось. Ну, спасибо. Спасибо, отличный аппарат. И, блин, у него чувствуется такой потенциал, короче. Если тебе когда-нибудь его станет мало, что-нибудь там придумаешь, и он будет бодрее. Такой прям приятный, приятный аппарат. Я рад, что тебе понравилось. Так, а нет, я, в принципе, я же, мне симпатичен Роад Глайд, и я всегда говорил, что мне нравится Роад Глайд, вот, то есть он там вообще, вообще никуда не едет. А этот прям бодрый. Вот я говорю, да, до выхлопа он не так ехал, вот потом прям вообще стал. Ну, я вот сейчас хочу на ВТХ попробовать. Сейчас это, скажи мне, Лёха сказал, да? Сейчас шлем возьму. Ох, Алексей, не давай, вдруг ему понравится. И все тогда. Традиционные конкурсы для данного мероприятия. Сейчас конкурс на самую медленную езду. Задача, как можно медленнее проехать от пункта А до пункта Б, то есть вот между вот этими конусами. Видите тут? Кто? Кто во что гораст. А, видите? Дешевый китайский мотоцикл победил, победил крутого вулкана. Кроссмены должны быть, по идее, самые медленные. Самые-самые промедленные. Кто-то пристает. Кто-то. Давайте, девочка. Вот так вот. Все. Ну, погода, погода пока, пока зор. Пока, пока хорошо. Поэтому народ еще у нас тут присутствует, не разъезжается. Несколько лет назад тоже снимал закрытие отсюда. И пошел дождь. Моментально тут народ разъехался. Ах, вот вы Макс и тоже китайский мотоцикл Балт Моторс, да, по-моему. Паша. Ты же научил ее, Жей? А? Научил ее передачу включения. Она умеет? Она говорит, я домой ехать. А он как-то не достанет. На маршрутку? Тут до маршрутки недалеко, в принципе. Кто? Что? Кто? Что? Ты? Я сейчас и еду на твоем мотоцикле. Да. А что ты слышишь, барнаут не делаешь, бёрнаут? Что это такое? Ну, когда заднюю автомобильную покрышку дешманскую жгут. А, нет, 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 я не участвую в этом. Я, кстати, смотрю, вот здесь вот 1800-ые VTX-ы стоят, и почти на всех автомобильных покрышках сзади. А где у кого-то еще? Да, блин, да у всех. У этого, у Валеры, у Лехера. У Валера не VTX, у него же этот самый боливар. Ну, у него тоже автомобильная, не одна. У меня в этот, когда-то в автогонке были, приезжал я сюда. Я насмотрелся на тебя, я теперь тоже поставил. Да, да, нет, нет, много у кого. У Лехи тоже, по-моему, автомобильный стоит. Все-таки протертые. Тима-буржуй может себе позволить еще. Так что вот все, видишь, денежки-то не пахнут, точнее пахнут, когда дело касается задней резины. Да, ну так смотри, это я уже езжу на Кордианте. Так. Пятый сезон. На одной? На одной, да. Покупал я его за 3,5 тысячи дублонов. Сейчас оно стоит 6. А Мицелия на Супрайт, ну это 30-ка. То есть и выхаживали, ну 20 тысяч как бы. А сколько ты проехал на это? А вот уже 50 тысяч. Вот так-то. Еще никогда ездить я не могу. Ну в этом году уже придется ее поменять. Уже она подходит. Придется на 6 тысяч, что горел. Блядь, 6 тысяч. Что-то мужчина. Хочешь, посмотри, какая она уже стала. Пойдем. За, ну если быть точнее, по-моему, 1045 я на ней уже отъехал. На этой резине. И мотоциклетное колесо я больше не хочу. Вот видите, Павел 5 лет ездит, и он все еще с нами как бы. Это говорит, а Павел любит отжарить. А то, что говорят, что все это плохо, мотоцикл не рулится, так говорят, только собрежуя. Ха-ха-ха. А вот так вот. То есть вот смотри, оно еще достаточно... Там даже еще ступеньки, а вот уже подходит. Да, ну уже подходит, но извини меня, сколько я на нем уже проехал. Гордиант вон с ними получше. Нашего, поддержим нашего, так сказать, отечественного производителя. Ну, да. Единственное, чем мне нравится VTX, то тем, что там можно автомобильную покрышку поставить. На Харлей ты не поставишь. Почему? Докатку, если только по размеру, и все. Вот, Михаил, собственно, владелец Ронглайда, прокатился на VTX 1800. Видишь, влюхи? Да. Влюхи и чешки еще маловатые. Нет, он просто купил, а там была уже такая покрышка. Дело, когда дойдет на замену, он скажет, да. А вот, покрышку влюхи ставил. Я и говорю. Я здесь прокатиться попробовать. Вот, слушай, Валя там конкретно. Да. Валя там конкретно. Вы его знаете, что прикольно? Особенно вот на первую ощущается. Даешь ли он, как конец, подскакивает. А он, понимаешь, на козла встать не может, тяжелый. А вот, блядь, именно, знаешь, таким прям, как подскоком, блядь. Что на курсе? Бля, прикольно. Но валит он конкретно. Да. Мой не едет. Не, не, да, конечно, это VTX 200 км в час. Расскажи, как ты разогнался до 190, а потом вдруг обнаружил, что есть еще одна передача, да? Да, когда только купил, поехал. Еду, думаю, блядь, шестой не хватает, скорость 190. А думаю, дай ногой просто пюрг. Пятой едет. И он прет, прет. Это нормальный, нормальный аппарат. Honda? Вот, вот такая вот замечательная тут дружеская атмосфера. Ну, кстати, тепло. Я вот уже походил, согрелся, прокатился на родглайде прям, взбодрился. Короче, вот прям все отлично, все замечательно. Прекрасно. Все, ты не пропустишь. Вот голдвинги, которые мы с вами недавно видели. Вот, видите, девочка на Кавасаки, на Ниндзи. Ногами еле достает, но справляется. Вот, девочка на Балт Моторсе. Тоже ногами так еле достает, но тоже справляется. Поэтому, как бы, рост не помеха. Маленький, небольшой, скажем так. Не будем говорить. Маленький. Как всегда, китайский микрофон. Отвалилась пружинка уже вот, который раз, блин, отваливается. Ну, ладно, фиг с ним. У меня есть тут еще один микрофон, но у меня есть подозрение, что с диктофоном тоже что-то произошло. Поэтому у нас будет, у нас будет пара микрофонов на всякий случай. Идем. Подожди, стой. Куда? Нет, куда мы пошли? Мы никуда не идем. Все, все должно быть вот так. Короче, солнца нет, но для образа, видите, все. И даже очучи одел, чтобы как... Ты можешь там подпеть, кстати, про что там пелась песня. Вот такое вот у нас закрытие сезона. Еще раз повторюсь, что с погодой повезло. Тучи ходят, хмуро, но дождя быть не должно. В общем, проводятся конкурсы. Потихоньку скоро, наверное, будем разъезжаться. Спасибо, как всегда, организаторам за колонну, за теплый чай, за печенюшки, за эту прекрасную, великолепную, замечательную атмосферу вот этого единства, мото-братства, я не знаю. Вот только, наверное, на открытии и закрытии сезона ты вот знаешь, ты видишь очень много людей, и они все, ну не все, а ты, блин, 80% этих людей ты знаешь лично. И ты понимаешь, что ты часть, часть этого мероприятия, и ты как бы с ними, и ты с ними на одной волне, и это здорово. Ведь у нас же самая главная философия канала, наверное, Мистер Чейнг, можно так сказать, что не важно, какой у тебя мотоцикл, важно, кто на нем. И вот тут вот, в принципе, я говорю, все, кто присутствует, блин, ну отличные, отличные ребята, со всеми легко просто общаться, все вообще без проблем, без всяких этих дружеских стеб. В общем, атмосфера прям на 100 из 100 баллов, вот если можно так сказать. Все, наверное, будем закругляться, короче. Прям перенасытился впечатлениями, и на Роадглайде прокатились, и с ребятами пообщались, и пообщались с ребятами, которые прокатились на Роадглайде, на ВТХ, все прекрасно, все замечательно. Отлично, я доволен. Но на самом деле, даже если сезон будет закрыт, да, вот сезон мы сегодня закрываем, если будет погода, я еще успею пару раз, может быть, прокатиться, потому что вот если вот такая погода будет, относительно тепло и сухо, почему бы нет. Надеюсь, вам, как всегда, было хотя бы чуть-чуть интересно посмотреть данное видео. Насчет пользы, не могу сказать, насколько польза от этого видео, но как я всегда говорю, что все должно быть зафиксировано. Ну, как всегда, спасибо всем за ваши комментарии, за поддержку. Напомню, что у нас есть телеграм-чат, ссылка на который находится в описании под этим видео. Также у нас есть, у нас есть, у нас проводятся стримы. Каждую неделю, я стараюсь каждое воскресенье или субботу проводить стримы, которые заранее анонсирую. И на этих стримах у нас тоже замечательная атмосфера, общаемся там в основном про Харлеи, про мотоциклы, обо всем, все, что связано с Харлеем, мы там обсуждаем. То есть стримов там уже больше, по-моему, сотни набралось. И это замечательно, это здорово во многом. Заслуга того, что столько стримов, это ваш интерес и ваша поддержка. Еще раз повторю, что вам огромная благодарность. Ну, а сегодня с вами был мистер Ченнинг. Всем вам большое спасибо за внимание. Будьте здоровы. Всем пока.